привет друзья вы на канале садовая терапия и с вами я ирина сегодня вышла в сад у нас потепление плюс 17 уже второй день завтра тоже будет теплый день все эти дни я буду раскрывать розы в кашпо розы в кашпо уже пора открывать и вот покажу вам в каком они состоянии сейчас я занимаюсь обрезкой конечно в специальных перчаточках и инструменты у меня которые я обрабатываю спиртовым раствором обязательно обработала одну розу и обрызгала обработала одну розу и обрызгала вот таким вот образом ну вот друзья вчера практически полдня я тоже занималась даже некогда было взять телефон в руки чтобы что-то снять сегодня вот сейчас я сижу около розы монстрит вот вот она у меня в кашпо два саженца роза монстрит вот посмотрите как она раскрывается в полном раскрытии она вот такая в бутонах похоже на чайный гибридную как бокальчик здесь вот тоже видно сейчас покажу этим похоже да начать на чайный гибридную чем-то в полном распуске уже она как блюдце так раскрывается и густо набитая махровая вот она какая помпушечка становится побеги у нее тоненькие третий сезон будет этой розе я ее слегка подрезала вот убираю собираю всю грязь собираю все вычищаем и по мере продвижения моего вот дальше 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 я вам буду показывать конечно же вырезаю я все сухое все поломанное все что вызывает сомнения я это обязательно обрезаю почечки вот только-только начали проклевываться вот прям только-только не знаю как сфокусировать камеру ну в общем здесь вот видите тоже несколько розочек почечки уже раскрываются там я обрезала это были с осени высаженные розы я и хорошо подрезала вот туда вот дальше в кашпо эти слишком низко резать не буду ну в кашпо они слишком большие ты не вырастают в кашпо они где-то вот например манстет вот сантиметров 60 50 60 наверное так буду дальше вам показывать чем я занимаюсь что делаю я перешла ко второму кашпо здесь у меня роза дэс дэмона и жена поэта за поэт сваев что в первую очередь нужно сделать конечно убрать листики вот уберу листики которые кстати не очень-то хорошо убираются это и джина поэта представляете зимы и подрезать побеги подрезать тоненькие слабенькие но я здесь так особо не вижу но вот например вот этот вот побег вот видите вот не дорезала и он пошел сохнуть вот я его конечно же обрежу здесь чтобы я бы сделал вот такие пенечки вот вот такие пенечки я их конечно же должна срезать и тут вижу не очень хороший срез может быть даже буду резать дальше буду резать дальше вот может быть вот я вижу здесь почечка проклевывается потому что вот здесь не очень хорошо вот сейчас вот здесь и попробую как перезимовала посмотрю но здесь неплохой срез здесь неплохой срез но все равно здесь тоже неплохой но все равно потемнение там есть скорее всего ниже буду резать это розочки вот они только в том году были высажены я их порежу пусть они наращивают корневую вот еще атака шпора скрыто там я обрезала без демона и запует свайф подрезанные ну а здесь конечно можно убрать все вот эти вот сухие листики и потом смотреть что у меня одной рукой конечно мне очень неудобно все это делать вот видите здесь вот кончик такой подсушенный конечно же все тут буду срезать на внешнюю почку ну и смотреть что дальше 3 здесь посмотрю что тут у меня друзья обрезала еще розочки все на внешнюю почечку обрезала вот если посмотреть то здесь почечки то здесь почечки которые будут идти в роз вот здесь вот рогатину убрала но здесь вот почечки так вот сейчас если посмотреть их видно эти почки сейчас покажу наверное почечки вот они отсюда дадут побеги и вот сюда как раз в эту сторону все собираю так двигаюсь дальше в следующем кашу друзья вот открыла следующий кашпо здесь роза джудзе обскор начинает раскрываться джудзе обскор и он у меня рядом с монстры твуд надеюсь в этом сезоне она меня тоже порадует ну сейчас буду смотреть уже вижу тут сухенькие это по обрезаю где-то уже почки проклевываются где-то вот конечно кончики всех обрезать надо чем сейчас буду смотреть друзья перешла к следующему кашпо здесь у меня дама джудзе данж насколько я помню да вот это дама джудзе данж роза дама джудзе данж потихонечку начала зацветать раскрывать свои бутоны в полу распуске она похожа на вот такую вот бокальчик чайно гибридную розочку но когда раскрывается становится вот такой пушистенькой здесь цветочек который уже отцветает посмотрите отцветающий цветок такой лохмушечка здесь вот только-только раскрывающиеся бутоны роза дэвида остина все дома джуди данж сейчас я буду с ней справляться потихонечку двигаемся в общем и в целом есть конечно что есть конечно что подрезать буду смотреть сейчас так двигаемся дальше я вот я открыла уже сколько раз два три 4 5 6 7 8 кашпо вот 9 10 вчера я еще 3 кашпо раскрыла но сейчас хочу вам показать вот видите здесь есть конечно что обрезать это роза красная шапочка вот это вот конечно буду обрезать вот так вот прям вот так сейчас все почищу и займусь опять обрезкой друзья продолжаем обрезку вот здесь вот я уже обрезала розы это комтез дюбари роза голден бордер или комтез дюбари это роза растет у меня в большом кашпо вместе с розой каталина но роза каталина вот ее большие бутоны она еще не раскрылась и вон там огромный бутон каталины ну когда раскроются обязательно покажу это роза голден бордер очень обильная растет она вот такими кистями таки соцветия очень красивым гармоничным кустиком цветочки у нее небольшие ну такие приятные нежно желто-лимонные вот она и здесь еще у меня каталина вот посмотрите как я ее обрезала 2 1 маленькая тут он тест дюбари она большая ведь какая разветвленная но я пока так и и оставила что-то по убирала что-то вот оставила здесь впереди у меня еще вам смотрите видите я осенью обрезку не делала а когда закрывали кашпо то такой сильный ветер был так было холодно и быстрее 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 смотрите видите еще даже остались засохшие бутончики ну вот друзья сейчас обрежу прочищу вычищу и покажу вам еще потом я покажу вам посылочку вону лежит посылочка пришла с лилиями покажу вам смотрите сколько еще работа кое-что уже по открывала кое-что вам смотрите и все это нужно убрать снять укрытие обрезать расчистить ну и как-то день выберу когда уже все кашпо будут открыты конечно обязательно обработаю но об этом потом обрезала то что вам показывала здесь вот у меня роза на доращивание у меня росли в грунте в земле в саду в земле и плохо развивались я их высадила слабые были саженцы я их высадила и доращиваю ну посмотрим потом парочку оставлю в кашпо остальные там посмотрю буду пересаживать здесь вот обрезала вот здесь обрабатываю я то спиртом обрабатывала а то вот таким средством мятоперечная тоже дезинфицирует ну что роза самаритон здесь она уже начала раскрывать свой цветочек внутри он очень очень густо набитый а 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 цветок большой где-то около 10 сантиметров вот здесь вот он в полном распуске уже здесь только-только начинающий раскрываться очень нежная с посмотрите с какими она переливами цвета рядом с ней роза гербрюдер грим но она еще не раскрылась и там вдалеке вот здесь вот blue moon мне кажется это цветовое сочетание будет очень красивым самаритон blue moon в одном кашпо самаритон аж по большое здесь вот еще одна роза она еще тоже не раскрылась но это лавандер айс вот такое вот сиреневое сочетание с вот этим оранжево абрикосово коралловым цветом с розовинкой тут вот есть видите только-только при раскрытии розовиночка общем очень красивый цвет у розы потихоньку помаленьку вот здесь вот мне конечно не нравится вот это мне не нравится но я сейчас посмотрю подумаю может быть обрежу потому что вот тут вот почечки может быть они вот туда побежки дадут может быть скорее всего я и уберу обрезка сами понимаете такое дело тут одним разом не обрежешь обрезаешь а потом смотришь смотришь думаешь вроде еще можно чего-то подрезать ну пусть главное чтобы ничего не оставалось больного сухого и какого-то такого сомнительного так пошла я дальше вот так вот я открывала некоторые кашпу обрезала их и хочу один важный момент вам подсказать посмотрите вот видите я убираю мульчу а здесь земля она конечно мерзлая но влажная например вот видите влага на наполнена влагой это к вопросу нужно ли поливать я поливала кашпо в ноябре потом накрыла их и вот они меня до этих момент до этого момента стояли накрыты я их не проливала только сейчас когда я все укрытия сниму вот уже сегодня 27 февраля вот где-то я управлюсь до начала марта надеюсь потому что кашпо много и тогда я уже потихонечку ну тут и дожди должны пойти что-то пролью и уже дальше будет работа вот это к вопросу нужно ли поливать зимой укрытые кашпо я не проливаю вот они стоят у меня под спамбондом укрытые внутри земля влажная любого кашпо вот так вот если сделать вот эти вот важность влажная земля влажная под хорошим слой мульчи и все нормально констанция констанс роза давида остина срезочный сорт жару стоит отлично очень хорошо выдерживает жару плюс 35 она стоит другие розы подпекаются а констанция стоит или констанс роза за ней там вот розовенькая это миранда распускается рядом роза анжела или ангела там дальше критом с видом вот констанс роза очень устойчивая оказалась к нашей южной жаре сегодня я открыла около 20 кашпо и завтра у меня еще около 20 кашпо нужно будет открыть и обещала вам открыть посылочку она тут с лилиями ну кое-что еще но если честно уже просто нет поэтому друзья я следующем видео открою покажу или я каждый год заказываю дополняю свою такую небольшую коллекцию скажем так ну я в принципе никогда не ставила задачи именно коллекцию собрать но просто вот каждый год покупаю лилии и между розами их высаживаю мне нравится смотрите эти уже как-то повеселее стало да это уже такое настроение совсем весенние уже темнеет поэтому друзья вот таких мешков у меня сколько этого 4 4 мешок он там у меня луковичные это тюльпаны в маленьких вот таких маленьких этой тюльпаны завтра я буду открывать вот эти все кашпошки с розами там кашпошки ведь еще не открытые вот а вот тут у меня тоже луковичные это лилии эти нет не лилии тюльпаны вот посмотрите они уже пошли пошли в рост тюльпанчики уже пошли в рост представляете скоро будет тюльпаны красота вот эти кашпота уже открою здесь тоже тюльпаны ну вот так уже темнеет вот здесь вот у меня тоже нет не обрезанная совсем было розы как вы видите у меня в кашпо есть не обрезанные которыми наспех быстро быстро закрывали уже холодно было какие-то были подрезаны но больше не подрезаны поэтому работы много приходится все открывать и вычищать хорошо вот перчатки мне помогают хоть руки не колется ну вот друзья на сегодня вот такой фронт работ напомню сегодня 27 февраля 27 февраля и сезон у нас начинается уже завтра продолжим будет теплый день может быть сниму каком эти видео это как раз может быть сделаю распаковочку вот лилий кстати я вам завтра же уже просто темнеет завтра же покажу как себя чувствуют пионы которые вы сидела тут конечно беспорядок извиняюсь вон там у меня вон там накрытые стоят пионы и вон там накрытый это беседка конечно будем тут порядок наводить этой беседке все расставлять потом будем вот я покажу вам как себя чувствую пиончики по моему очень даже они неплохо выглядят а те которые вот уже вот с расточками были живенькие такие прям бодренькие так что вот друзья я их когда высаживала в кашпу сразу вынесла вот эту беседку укрыла утра силам накрыла все минут они у меня беседки были все друзья на сегодня прощаюсь скорее всего до завтра что-нибудь завтра поснимаю